Радости и веселья первые у нас сегодня пункты. Все потому, что вот грустный пешеходный переход, между прочим, дорога здесь тоже с колеями, заканчивается сейчас вот такой вот грязью и ямой. И как бы в сухую погоду, мы своими белыми кроссовками сейчас, конечно, провернем этот рук, но впечатлительным не смотреть, да, вот как бы приходится идти в обход вот так, по грязи, а если это дождь, то это уже превращается в вопрос безопасности, потому что проходить людям здесь, конечно, никак, это все размывается и приходится обходить вот здесь, получается, за заборчиком, практически выходя на дорогу, ну и рискуя собственной безопасностью. Было ужасно, конечно, после дождя или после распутницы было невозможно ходить и вроде бы везде асфальт, там и оказывались грязные. Грязь, ну грязь, соответственно, все ходили где-нибудь или вот так бегут, или там где-нибудь. По дороге приходилось обходить? Конечно, конечно. Ну а поводом для радости жителей стали вот такие вот блоки с брусчаткой, которые здесь привезли и поставили. Помимо этого, здесь еще есть один блок с бордюрчиками. Ну и если, конечно, ремонт будут делать здесь, на междворовом проезде и проходе, то вот эту яму явно не оставят без внимания, по крайней мере, и мы, и жители, на это очень надеемся. Слово этого дня – инновационные решения и технологии. Завела нас дежурная группа на парковку возле нового торгового центра «Апельсин». Как вы думаете, почему машины здесь стоят вот параллельно? А я сейчас покажу, почему. Мы померяем эту парковку, только не в попугаях, а в моих шагах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ровно семь шагов. Я не вожу машину. Но даже мне понятно, что автомобиль при заезде сюда, как бы заехать, может, он технически и сможет, а вот выехать ему будет практически нереально. Я тут первый раз, сразу обратил внимание, ну да, неудобно немного. То есть парковаться только так, а можно вообще? Не получится, нет. Ну сами посмотрите, машина, именно машина, и тут вот полметра она остается, нет, конечно. Отличное решение, да? Как всегда она. Алена, ты ничего не понимаешь, это для моциклов, сюда моциклов надо ставить. Нет, не для мотоциклов. Они узкие, машина сюда в ширину не встанет. В общем, нет, нет, не для мотоциклов. Так что вот так вот параллельно стоящие машины в данной ситуации, это не неопытность или там невежливость водителей, это скорее вынужденное решение, русский креатив и сноровка. Мы часто слышали фамилию Абалаков. Абалаков, мы знаем, что он как-то связан с Красноярском, а как и кто это именно, не все знают. Так вот с ним познакомиться можно сейчас в музее. В мемориале Победы здесь выставлена, хоть и небольшая, она часть его вещей, потрогать экспонаты. Здесь музей, конечно, не получится, их очень берегут. Но у некоторых друзей семьи Абалакова есть такая возможность. У меня есть кошки Виталия Михайловича Абалакова, его кошки. Это такое снаряжение, которое привязывается к ногам, чтобы ходить по льду. Я приехал в Москву на конференцию федерации, давно-давно еще было. А мне позвонила женщина и говорит, вы не могли бы со мной встретиться? Мы сейчас Красноярска, вы возглавляете федерацию, куда? И мы на метро встретились, на станции метро. Она говорит, вот это кошки Абалакова, мне свертки дала. Конечно, это не все. Личные вещи и альпинистическое снаряжение. Абалакова доставили в Красноярск, но выставят их только в сентябре. Это была дежурная группа новостей «Прима». Еще больше ваших новостей. Мы ждем по телефону 202-22-22, а также фото и видео ваших происшествий в WhatsApp и Viber. Мы приедем туда, куда вы нас позовете. Алена Крашенинникова, Сергей Польшаков и Павел Гейнца. Новости «Прима».